На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Таков сюжет этого фильма. Вот тебе необходимый пробег, вот тебе демонстрация возможности новой советской техники. Инженер Кошкин – реальная историческая фигура, знаменитый конструктор, один из создателей легендарного танка Победы. Впрочем, в фильме рассказывается не только то, что было на самом деле. Существует описание подробное реального пробега. Вообще ничего интересного не произошло. Они ехали, ломались, чинились, ломались, чинились, ломались, чинились и за пять дней доехали. Они все равно опоздали на смотр. И смотр был не на Красной площади, а на Ивановской площади. Это уже внутри Кремля. На самом деле все происходило зимой. Инженер Кошкин тогда так сильно простыл, что закончилось все для него трагически. В фильме во время пробега – лето. В сюжет прямо во время съемок вплели и многочисленные ответвления. Никак попало, с учетом специфики того времени. Задача всех этих художественных отклонений от реальности – сделать картину по-настоящему зрелищной, в духе неуловимых «Мстителей» или «Индианы Джонса». Хотелось рассказать историю великого человека, великой машины, великой победы. Самым сложным, по мнению авторов, на съемках стала перевозка танков. А у нас в географии съемок была и Москва, и Красная площадь, и ближайшие дальние Подмосковья, и Санкт-Петербург, и Ленинградская область. Невозможно взять на каком-то там прицепе автомобильном, куда-то повезти танк. Вы не проедете 100 метров. Сразу же все мероприятие будет припрешено ответственными. Организовать этот процесс помогло Министерство обороны. Сами танки работали на съемках исправно. Их постоянно приходилось заправлять по 150 литров горючего в сутки. Кстати, само расстояние пробега от Харькова до Москвы – 700 километров – реальное. Для техники 40-х годов задача казалась просто немыслимой, и все же она была выполнена. Конструктор доказал, что его танк необходимо отправить в серийное производство. И на таких танках советская армия потом въезжала в Берлин. Да, премьерный показ фильма состоялся в Сирии, где картину увидели российские солдаты, а 25 апреля фильм выходит на широкий экран. Екатерина Машковская, Новости.